Здравствуйте, меня зовут Виталий, я технический специалист и инженер компании Planar и сегодня я бы хотел показать, как настраивать антенну для PCN то есть та антенна, которая непосредственно крепится на прибор MR либо на прибор, ну, повторяющий прибор CP в данном случае эта антенна называется Diamond Diamond антенна марка F23 японского производства ну и сейчас мы просмотрим весь цикл ее настройки как это делается итак, начнем мы распаковали набор из чего он состоит? можно пониже? состоит, ну, прежде всего, из чехла из трех элементов антенн три секции так называемые L1, L2, L3 руководство по эксплуатации затем набор для крепления три противовеса элементы крепления к мачте ну и трубка далее два руководства по эксплуатации на японском языке, если кто знает и на русском среди руководства по эксплуатации на японском языке есть маленький шестигранник для того, чтобы соединять все акции ну и, разумеется, все остальное в набор не входит это то, что нам пригодится для настройки антенны это плоскогубцы, набор шестигранников велосипедный пятиметровый метр и нольницы вот и все продолжаем настраивать ну, прежде чем пытаться что-либо делать нужно, сперва, конечно же, ознакомиться с руководством по эксплуатации здесь у нас есть руководство на русском языке подойдите поближе вот, на первой странице, в общем-то, находится описание самой антенны ее характеристики а на второй странице самое интересное здесь дана характеристика каждой антенны в зависимости от частоты в зависимости от частоты от длины самой антенны мы немножко подготовили сделали вот такую картинку то есть, получается, берем для каждой антенны выбираем определенную частоту ее откладываем на горизонтальной оси и в зависимости от того, где она пересекается с характеристикой антенны выбираем определенную длину методом пропорции получаем, в общем-то, значение То есть, для частоты 154 и 485 МГц мы получили следующие длины. L1 – 10,87 мм, L2 – 13,00 мм и L3 – 11,20 мм. По сути, сейчас нужно распаковать из пластикового корпуса металлические штыри и отрезать у каждого металлического штыря определенную длину, чтобы получились вот такие значения. Сейчас мы этим и займемся. Итак, у нас имеются три секции антенны. Первая секция называется L1 и L2 и L3. Как извлечь из пластикового корпуса само основание? L1 и L2 достаточно просто. Нужно просто потрясти саму антенну и он выйдет. Она состоит из вибратора и катушки. Катушка откручивается с помощью шестигранника, который идет в комплекте вместе с руководством. Вот он. Откручивается он вот здесь вот у основания. И так в каждой последующей антенне. В L2 это, а в L2 получается катушки нет в принципе, а в L3, здесь нужно показать поближе, получается, что он закреплен двумя болтами. Здесь он откручивается шестигранником, здесь откручивается, ну, в данном случае плоскогубцами. Вот вытаскиваем основание и видим здесь следующее. Сверху находится катушка и снизу тоже находится катушка. Снизу открепляется она с помощью шестигранника, сверху тоже с помощью шестигранника, но, видите, он зачем-то здесь запечатан с помощью вот этой вот усадочки. Итак, давайте сейчас я сниму каждую из катушек и будем непосредственно с помощью полоскогубцов отмерять размеры и их отрезать. Так, с помощью обыкновенного метра мы отрезали определенные длины вибратора для каждой сети антенны. Первая, как я говорил, это 10,87, вторая это 1300 мм и третья это 1120 мм. Отрезать можно с помощью обыкновенных способностей. Например, сделал-то я, бояться не надо, у нас все научно, все очень точно. В принципе, по сути, антенна уже готова. Сейчас мы собрались в одну большую секцию и подсоединить вот к этому разъему. К разъему УКФ. Итак, я поместил обратно вибраторы, соответственно, L1 в корпус, пластиковый L1 и L2 в L2. Получается, что у L1 и у L3 есть вот такие вот зажимы под шестигранники. С помощью них нужно соединить сами вибраторы вот с этой вот колодкой. То есть, это ставить сюда и, соответственно, вот эту L2 ставить в L3. Итого у нас получится одна сплошная длинная антенна. Ну, на этом это все. Подписывайтесь на канал, заходите к нам в группу, читайте меня на сайте. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok